в 1996 году на киевском химическом заводе гиганти радикал произошла техногенная катастрофа в одном из цехов по производству хлора обвалилась крыша она разрушила специальные емкости с ртутью сотни тонн ртути разлились по цеху загрязнив территорию завода в этот раз мы отправились на завод радикал осколки советской эпохи он же киевский завод химикатов который находится в днепровском районе киева мы едем по улице киота это лесной массив киева для того чтобы попасть на легендарный завод радикал мы свернем на мост через броварское шоссе выйдем на улицу попудренко и далее свернем на улицу мурманская где начинается промышленная зона завода мы поворачиваем вправо на мост и вот мы видим что происходит с дороги еще недавно здесь была ровная дорога без ям и вы бы но после морозов асфальт начал разрушаться появилось много трещин и я и причиной этому стала не коронавирусная инфекция а не качественная укладка асфальта бетона сначала из-за просадки грунта образовались микротрещины которые вовремя не устранили зимой в трещины попала вода она стала расширяться из-за переменчивой погоды особенно из-за использования соли трещины расширились до значительных размеров и в конце концов превратились выбоины со временем вся дорога превратится в сплошные ямы здесь тоже на перекрестке ямы сейчас мы въехали в промзону езжа в промзону прямо базар до лесного улица мурманская слева загороженная территория это институт биоорганической химии и нефтехимии а справа новый жилой комплекс который недавно начали строить в промзоне далее на улице мурманская 5 с левой стороны за бетонным забором находится институт органической химии национальной академии наук украины еще недавно здесь была очень убитая дорога несколько лет назад потом отремонтировали ямы залепили засыпали но пока еще держится думаю это недолго уже яма появляется здесь пути железнодорожные огромные ямы были года два назад если не ухаживать то все разрушит разрушивается вот здание заброшенное все потихоньку выкупается и скоро здесь будет наверное бизнес-центр а может быть какие-то склады вот старое здание все уже выкуплены но пока никто не знает что с ними делать территория завода активно распродается и сдается в аренду и несмотря на свою смертоносную славу из-за пролитой ртути на территории завода работают люди и это не ликвидаторы а обычные белые воротнички в офисах работники складов и магазинов согласно такой картине реальности часы завода тикают с разной скоростью в зависимости от того кто их носит другими словами одни люди воспринимают завод как чернобыльскую зону отчуждения другие же сносят старые постройки и строят новые почти впритык к опасному цеху вот мы приехали в промзону для разнообразия тут такие граффити красивые муралы вот здесь вот такое столпотворение здесь грузовики не могут развернуться молотова не проваливание так загружены что асфальт проваливает видим ямы короче здесь апокалипсис так как здесь находится склады с правой стороны находятся склады здесь постоянно курсируют грузовики фуры груженые так как у них габариты не позволяет нормально развернуться всегда существуют заторы еще резина лысая да заехать то не может ну впритык да мало кто из выпускников физических факультетов может точно объяснить что такое энтропия это одно из самых сложных для понимания понятий в физике энтропия это научный термин который родился в термодинамике а затем успешно перекочевал в другие науки энтропия это хаос беспорядок разрушение разложения на заводе радикал вы сможете заметить как все сущее рано или поздно превращается в хаос похоже что время здесь остановилась или как бы изогнулась точно так же как и эти старые здания из кирпича и бетона и мера этого искривления это скорость с которой здания завода разрушаются завод радикал входил в десятку химических гигантов ссср его продукция ориентировалась на оборонную промышленность великого и могучего советского союза поэтому он был секретно строительство завода радикал началось еще в далеком 1949 году его строили за городом посреди соснового леса но город постепенно разрастался и завод оказался в черте киева в 1952 году завод начал работу в разных источниках завод радикал фигурировал как завод номер тысячи фабрика минеральных удобрений в ссср этот завод считался одним из ведущих хим предприятий страны и его территория тщательно охранялась характерная особенностью территории завода являются бетонные заборы ромбообразные бетонные монстры здесь везде одни бетонные ограждения с колючей проволокой в ромбик другие имитирующие каменную кладку тогда это называлась техническая эстетика в ссср производством бетонных заборов занимались только государственные комбинаты заборы выпускались громоздкие пригодные лишь для ограждения крупных предприятий и промзон себестоимость бетонного забора оказалась в несколько раз дешевле аналогичных ограждений из кирпича и металла не уступая им в качестве завод входил в десятку химических гигантов ссср на нем производили хлор каустическую соду серную и соляную кислоты хлорад калия известно как бертолетово соль поролон а после технического перевооружения на предприятии выпускались и некоторые виды синтетических материалов его продукция экспортировалась на всю огромную советскую страну и даже в некоторые страны европы но славное прошлое завода-гиганта превратилась в руины настоящего если сложить темное прошлое со светлым будущим завода то получится серое настоящее что мы здесь и наблюдаем после развала советского союза завод постигла участь многих других промышленных предприятий ссср и экономический кризис разрыв хозяйственных связей снижение спроса на продукцию осложнили положение предприятия и завод прекратил работу в 1996 году началась процедура его банкротства которая продлилась четыре года часы завода которые тикали в одном темпе почти 45 лет остановились будущее пришло на смену настоящему которая в свою очередь скоро станет прошлым некоторые арендаторы сносят старые постройки и строят новые но чаще всего старые цеха просто обиваются вагонкой а внутри делается косметический ремонт путешествие по заводу таит в себе много опасностей и сюрпризов и это связано не только с химическим загрязнением почвы ртутью и кислотами и не аварийным состоянием зданий открытые канализационные люки здесь повсеместно они стали уже привычной картиной для многих посетителей и превратили промзону завода в минную территорию в дыры канализационных колодцев на присыпанный снегом дороге часто попадают животные пешеходы и автомобили многие здания завода пришли в аварийное состояние оборудование и цветные металлы были вывезены а оставшиеся вредные вещества и отходы проникли в почву в сентябре и декабре 2000 года при разделке заводского оборудования на металлолом на предприятии три раза возникали очаги возгорания в октябре 2001 года произошла особенно крупная утечка нескольких десятков тонн ртути и хотя территория завода активно распродается и сдается в аренду это по-прежнему считается опасным местом на территории завода осталось примерно 44 тонны ртуть содержащих шламов 109 тонн серной кислоты и 62 тонны соляной кислоты также осталось около трех тонн твердых радиоактивных отходов и прочих промышленных химикатов при вдыхании воздуха содержащего пары ртути а тут задерживается и накапливается в легких в зависимости от количества ртути и длительности ее поступления в организм возможны острые и хронические отравления в большей степени к ртутным отравлением чувствительны женщины и дети и все же если вы купили квартиру и стали счастливым обладателем апартаментов на бывшем заводе радикал вам понадобится запастись сырыми куриными яйцами сырой яичный белок являлся традиционным антидотом при отравлении солями ртути но при хронической интоксикации понадобится полоскать рот раствором хлората калия или же стационарное лечение сегодня на территории завода работает множество фирм и компаний некоторые земельные участки промзоны были переданы под жилищную застройку здесь находится фирмы по производству лакокрасочной продукции продажи бытовой техники офисы и склады в то же время по свидетельствам бывших работников многие рабочие заводы радикал не доживали до своей ранней пенсии хроническое воздействие паров ртути ее соединений на организм вызывало отравление утомляемость сонливость общая слабость головные боли головокружения апатия а также эмоциональная неустойчивость это типичные симптомы заболевания рабочих завода и хотя работа на заводе считалась престижной работать здесь более 10 лет запрещалось по истечению этого срока если рабочий не достигал льготного пенсионного возраста его переводили на другую работу уйти на пенсию работники могли в 45 лет территория промышленной зоны активно осваивается и стремительно развивается несмотря на тот факт что постановлением хозяйственного суда киева предприятия радикал было признано особо опасным предприятием химической промышленности украины старые развалины завода успешно приватизируются и превращаются в офисные помещения которые больше похожи на тюрьму из кирпича и бетона под жилищную застройку выделяется земля и строится жилые комплексы уже скоро молодые мамочки с колясками и детьми будут прохаживаться портутному полигону а рядом буквально через дорогу детская площадка возле сгнившего и разрушенного здания и все это находится рядом с токсичными отходами и промышленной свалкой завода ритм жизни завода радикал это застывшая история в камне и бетоне с легким ртутным налетом это дорога с двухсторонним движением с одной стороны это рухнувшие надежды и трагедии а с другой стороны это бизнес предприимчивости новые возможности есть убедительные аргументы для того чтобы предполагать что жизнь и история завода радикал это все-таки симметричный процесс и мы вынуждены двигаться вперед и все время в одном и том же темпе